Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я, Вика. Сегодня вот этот вот прекрасный узор по просьбе моей подписчицы, которая написала мне в Инстаграм. Вот, кстати, подписываемся на Инстаграм, девчонки, кто еще не подписан. Вот, узор, как бы, она нашла в Интернете. Извините, я не помню, как вас зовут, потому что я потом сообщения вот эти вот теряю. Я заскринила, как бы, схему, которую вы мне прислали, но сразу хочу сказать, у меня другая схема. Вот она мне написала сообщение, что у нее не получается по той схеме из Интернета. Получается у нас это видео, как бы, своеобразно, ну, вернее, нет. Это не проверка узора, потому что я вам здесь показываю свою версию вот этого узора кардигана Кучинелли. Не знаю, с какой коллекции этот кардиган. Это все было в сообщении, кстати, не было у меня времени покопаться на сайте и посмотреть, что там нового. Кстати, кто видел, знаете, уже есть новинки. Вот у Кучинелли надо будет посмотреть. Вот. Итак, я представляю свою версию этого узора, потому что я пыталась разобраться в той схеме, которую мне прислала подписчица. Она говорит, у нее не получается. Ну, вот у меня тоже, как бы, пазл не сложился. Вот. Я откуда схема говорить не буду. Не буду делать ни рекламу, ни антирекламу. Вот. Я вам предоставляю свою схему этого узора. Итак, вот такая вот у меня заготовочка. Число петель у нас кратно 8. Вот. Так как это кардиган, я не буду разбирать вариант в круговую, потому что там в круговую не нужно. И, ну, вот так вот. Ну, не нужно. Значит, что я делаю? Число петель кратно 8, плюс 1 петля для симметрии и плюс 2 петли кромочные. Вот. Значит, первый ряд. 3 лицевые. 1, 2, 3. 3 изнаночные. 1, 2, 3. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 3 изнаночные. 1, 2, 3. 3 лицевые. 1, 2, 3. И 1 изнаночная. Второй ряд по узору. 3 изнаночные. 3 лицевые. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. 3 лицевые. 1, 2, 3. 3 изнаночные. 1, 2, 3. И 1 последняя кромочная изнаночная. Третий ряд. Кстати, забыла сказать, схему в конце я нарисую. В конце я вам предоставлю схему, которую вы сможете заскринить. И еще у меня один вопрос. Девчонки, кто знает, кто умеет? Кто знает, какие программы есть для составления схем? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какими программами вы пользуетесь или знаете о них. Потому что вот это рисование на листочке меня начинает напрягать. Хотелось бы как-то более профессионально это все дело оформлять. Итак, третий ряд. Первую петлю снимаем. 1 лицевая. 2 петли вместе с лицевой с уклоном вправо. Просто провязываем. 3 изнаночные вместе. Далее 2 петли вместе с лицевой с уклоном влево. Провязываем. 1 лицевая. Обратите внимание, мы не делаем пока накиды. Это так и нужно. Это все нормально. 2 петли вместе с уклоном вправо. Вот они. 3 петли. Из этих трех сделалась одна. 3 изнаночные вместе. Изнаночные. 2 петли вместе с лицевой с уклоном влево. И последняя петля, которая у нас для симметрии. 2 петли вместе с лицевой с уклоном вправо. 2 петли вместе с уклоном вправо. 3 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 петли вместе с уклоном вправо. 1 петли вместе с уклоном вправо. 2 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 петли вместе с уклоном вправо. пятый ряд 1 лицевая 2 лицевая и 3 лицевая 1 накид мы провязываем тоже лицевой далее 3 изнаночные 2 накид изнаночная изнаночная и 1 накид изнаночный далее 5 лицевых 1 2 3 4 5 3 изнаночные 1 2 3 3 лицевые 1 2 3 это есть наш первый ряд то есть узор состоит у нас всего из четырех рядов просто в первом ряду вы просто провязали ну как бы лицевые и изнаночные а во втором это тот же а в пятом это тот же первый ряд он повторяется девчонки далее по узору 3 изнаночные 3 лицевые 5 изнаночных это второй ряд 3 лицевые 3 изнаночные еще раз повторю вам третий ряд лицевая 2 вместе это уже в узоре как будет выглядеть 3 изнаночные 2 вместе лицевая 2 вместе 3 изнаночные здесь меняем местами я там поменял 2 вместе лицевая и изнаночные и четвертом ряду мы делаем накиды 2 изнаночные двойной накид лицевая двойной накид 3 изнаночные двойной накид лицевая двойной накид 2 изнаночные и кромочная все опять мы повторяем первый ряд 3 лицевые 1 2 3 3 изнаночные 1 2 3 3 5 лицевых 1 2 4 5 3 изнаночные 1 2 3 3 5 вот он и получается вы начинаете его вязать кстати не забыла сказать вот этот узор у меня из той же пряжи на к акрил у нас тут с этим с люрексом потому что девчонкам прошлом видео было непонятно и 440 метров 100 граммах вот очень такое симпатичное летнее полотно получается вот значит вот так вот девчонки на сегодня сейчас вам покажу схемы и так вот она моя схема опять я с тетрадкой девчонки помогите мне с программой пусть она будет платной только чтобы была простая на вот эти вот нарисование схем вот значит вот он узор за скриньте всего 4 ряда да и вот его 8 петель это я вам просто хочу немного объяснить палка лицевая петля поперечная палка изнаночная 0 накид это понятно здесь вот непонятно 2 вместе справа я написала лицевой 2 вместе влево лицевой и 3 петли вместе изнаночной вот такой вот простой узор если вам понравился узорчик вот я думаю он хороший его можно использовать и зимой и летом вот и красиво получается большая такая красивая дырка вот если вам видео понравилось поставим лайки напишем комментарий а вот ну и подпишемся естественно и еще на инстаграм подписываемся вот а с вами была вика и школа рукоделия либо фейсбук все социальные сети все у меня под видео в описании с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока пока